Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую всех присутствующих! Традиционная проверка связей, как меня слышно и нет ли проблем со звуком и с изображением. Жду обратной связи в общем чате. Замечательно, те, кто знает, уже плюсики вижу. Хорошо, будем надеяться, что сегодня у нас технических трудностей не произойдет. Если они возникнут, сразу хочу извиниться, потому что периодически они бывают, значит нужно будет сразу мне сообщить, попробуем исправить ситуацию. Не забывайте также, что можете навести курсор мыши на мое изображение, там будет бегунок громкости, ну и разумеется подстроить, адаптировать этот параметр под себя. Думаю, что все, кто хотел сегодня посетить наш вебинар, а точнее даже смог посетить, потому что знаю, что время не совсем удобное для всех в сборе, но те, кто не смог, уже посмотрят запись, которая будет доступна на нашем канале на YouTube, уже с завтрашнего утра. Предлагаю тогда переходить к нашему вебинару. Сценарий у нас традиционный. Вы знаете, что это оценка общего фундаментального фона, важнейших событий прошлой недели. И честно признаться, наверное, такой интересной недели мы не видели уже очень давно, потому что сразу несколько серьезных факторов, может быть даже сказать о форс-мажорных обстоятельствах появилась на рынке, и, как вы прекрасно видите, до сих пор продолжает сказываться на динамике большинства активов. Здесь обязательно стоит отметить Китай, который дважды создавал на рынке условия, национальным фондовым рынке, вследствие которых торги и вовсе приостанавливались. Здесь стоит отметить также еще и дополнительные факторы, испытания водородной бомбы в Северной Корее, ну и еще и противостояние в рамках ближневосточного картеля. Вот, скажем, когда сошлись, в прямом смысле, два ключевых производителя нефти, но Саудовская Аравия уж точно такая, Иран, конечно же, немножко недотягивает до этого статуса, но все равно выступают одним из ключевых мейкеров, с точки зрения цены, которую мы наблюдаем в своих терминалах, потому что сейчас как раз ближневосточный картель является одной из самых интересных тем, потому что мы знаем, что после разрушения и, скажем, дипломатических разрывов, дипломатических отношений, никакой солидарности между этими государствами уже нет, и мы не надеемся ни на внеочередное заседание ОПЕК, ни на скорое и возможное снижение квоты по производству нефти. А значит, Brent и WTI, спред уже практически нет после того, как США сняли запрет на экспорт, и эти активы будут дальше выступать аутсайдерами. В самое ближайшее время мы подготовим среднесрочные прогнозы по тем активам, на которые делаем, по сути, каждодневную ставку. Обычно замахиваемся и на неделю, на долгосрок, а в этот раз среднесрочный прогноз будет на квартал. Я думаю, что смогу представить его уже на следующей неделе. Он будет в ином формате, с, на мой взгляд, прекрасной графикой. Я думаю, что он, например, придется вам по душе. Но нужен будет обратный фидбэк, потому что, если такой формат вас устроит, потому что все, в конечном счете, делается для вас, значит, будем переводить даже не только, скажем, среднесрочные прогнозы на такой способ включения, но и, может быть, даже наши каждодневные брифинги. В общем, время покажет. Ну а теперь давайте переходить к фундаментальной оценке и анализу прошлой недели. И начнем мы традиционно с европейской валюты и того, как этот актив начал в прошлой неделе. Евро, безусловно, открыло неделю на мажорной ноте и уже к концу понедельника достигло локального хайя 1.0950. Однако удержаться там европейская валюта не смогла. Поначалу оптимизм трейдеров был связан с выходом довольно сильных макроэкономических данных европейского происхождения. И я отмечал вам, что, скажем, на безрыбье и ракщука бывает, что тот целостный анализ, который мы проводили в рамках ноября-декабря, и вовсе не позволил нам ориентироваться на какую-то сильную статистику со стороны Европы. И тут вышли данные по производственной активности Еврозоны и Германии, которые указали на то, что отчет оказался лучше прошлых релизов и существенно произошло ожидание, соответственно, аналитиков. Индекс деловой активности в производственном секторе Market, в частности, составил 53,2 против прогноза 53. Аналогичный отчет по Еврозоне в целом также неплохо, 53,2 против прогноза 53,1. Но сразу хочу отметить то, что на локальные данные мы, безусловно, обращаем внимание. Но понимаем то, что если цепляться за статистику, нужно дождаться самой настоящей тенденции. Потому что сегодня статистика одна, завтра другая. Но вот в том случае, если у нас вырисовываются тренды, как и в своем основном эквиваленте, так и с точки зрения статистики, вот тогда мы можем говорить о том, что происходит с экономикой. Локальная статистика хорошая. И, в частности, в конце прошлой недели также вышли данные по производственной активности и, соответственно, динамике промышленного сектора Германии. Тоже подтвердило это хорошую статистику. Но я не вижу четкого тренда, который позволил бы нам говорить о том, что все худшие времена для Еврозоны позади. И дальше мы будем наблюдать постепенное восстановление экономического роста. Сейчас, конечно же, я говорить этого не буду. И только, наверное, добавлю еще один риск, который продолжает оставаться характерным для всей Еврозоны. И вы знаете, что самый серьезный риск и посыл, который может создать серьезные основания для коррекции главного валютного риска буквально в любую секунду, это те самые страшные показатели по инфляции, о которых я сейчас буду говорить чуть позже. Еще больше интерес к европейской валюте на прошлой неделе спровоцировал обвал китайского фондового рынка, который тут же потащил по принципу цепной реакции с собой и прочие мировые рынки. Напомню, что острые неприятия инвесторов риска спровождаются уходом в защитные активы. Евро при этом оказывается от рационной валюты фондирования. Благодаря этому, соответственно, пользуется популярностью, спросом среди трейдеров из-за как раз крайне низких процентных ставок. Китай, в свою очередь, просел после выхода очень слабых данных по производственному индексу, активности, которая показала, что данный сектор китайской экономики продолжает снижаться уже далеко за 50 пунктов. Напомню, что уровень 50 отделяет как раз стагнацию от возможных рисков рецессии. Сейчас мы говорим о том, что Китай с точки зрения этого отчета переживает худшие времена за последние несколько лет. И вот эта преемственность негативной статистики наблюдается на протяжении 17-18 месяцев. По крайней мере, по индексу сферы услуг уж точно у нас не просто тенденция, у нас как раз серьезный риск, указывающий на то, что Китай вынужденно сейчас падает. Если кто-то сомневается в том, что это жесткая посадка, я советую вам еще раз посмотреть на статистику, которая имеет место быть с точки зрения характеристики экономики поднебесной, и посмотреть на то, что сейчас вообще наблюдается на китайском рынке, как на фондовом, так и валютном. Потому что последние действия Народного банка Китая, они как раз больше похожи даже на внутреннюю панику, когда через возможность хоть как-то помочь национальным производителям Народного банка Китая вынужденно девальвировать курс национальной валюты. Это не просто локальное ослабление, это реально серьезные потери, которые обычно характерны даже для фондового рынка. Потому что, чтобы валюта за короткий промежуток времени потеряла несколько процентов, ну, это должно произойти что-то страшное. И по страшному, конечно же, я подразумеваю активность, которую сейчас задействует Народный банк Китая. После того, как мы наблюдали с другими участниками рынка вот эту девальвацию юаня, снова возникли опасения, рыночные страхи за то, что мы начинаем лицезреть самое настоящее развязывание валютных войн. Потому что совершенно очевидно, что при сохранении, опять же, вектора девальвации китайского юаня, другие площадки, регуляторы, они не будут просто смотреть за происходящим. А также начнут планомерно ослаблять свои валюты. Потому что не позволит Китаю создать исключительный полуконкурентных преимуществ для своих производителей. Потому что, если это так, если, точнее, даже другие регуляторы будут бездействовать, это, по сути, скажем, та мера, которая будет направлена на то, чтобы Китай пусть оздоравливается, а вот это оздоровление будет осуществляться в ущерб другим экономикам. Этого, конечно же, не будет. Поэтому, как я сегодня отмечал на утреннем брифинге, если кто-то поверил в, скажем, такие форс-мажорные слухи, которые появились на рынке на прошлой неделе, то, что юань может просить еще на 10-15%, я считаю, что это не произойдет. Потому что такая девальвация будет, конечно же, мега критичной. И ее, наверное, не допустит сам Народный банк Китая. Потому что, в целом, если это будет именно так, значит, это признание того, что Китай просто катится в пропасть. И даже локальное дно, которое может быть достигнуто по тому же самому УП, это не 6,7%, не 6,5%. А с учетом такой политики, может быть, даже еще и более глубоким значением. Немного мы увлеклись, конечно же, Китаем. Но я думаю, что ничего страшного в этом нет, потому что Китай – это главный участник вообще всех сообщений, новостей, которые появлялись на рынке на прошлой неделе. Да и, в принципе, эту неделю мы также открыли тем, что смотрим за Китаем, осмотрим за тем, что происходит с композитным китайским индексом, и смотрим за тем, как трейдеры реагируют на вот эти самые тенденции. Сразу хочу сказать то, что если открываете утром терминал, видите, что композитный индекс минусит, значит, смело можно делать ставку на то, что будут расти иена, будет расти франк и будут расти драгоценные металлы, прежде всего золото. Это стопроцентная, скажем, корреляция, логика, которая себя отрабатывает. Но если на рынке вот эти рыночные опасения сначала снижаются, рынок успокаивается, то потом на передовую выходит уже прежняя идея. В августе мы наблюдали нечто подобное. Я думаю, что те, кто тогда был внимательным к рынкам, прекрасно уже и без меня смогли провести эту параллель. Но если не смогли, собственно, действительно, в августе 2015 года было то же самое. Ну, практически то же самое. Может быть, девальвация даже не такая существенная, как сейчас. Но все-таки схожести было очень много. И напомню, что продлилась эта динамика, связанная с повышенным спросом на защитные активы, недолго, буквально неделю с небольшим. В принципе, неделю мы уже закрыли. Значит, если ситуация повторится, рынок уже вот-вот. Сегодня, завтра, послезавтра должен окончательно окрематься. А если это произойдет, значит, мы снова пойдем в направление тех трендов, которыми, поддержка которых пользуюсь очень давно. Для европейской валюты это ни в коем случае уже не рост, это ослабление. Для рисковых инструментов в целом затяжная слабость. И единственное, кто будет расти, скажем, на фоне всех спектров финансовых инструментов, которые присутствуют на финансовых площадках, это доллар. И как раз рост американца мы с вами ждем. Далее идем. Давайте все-таки переключимся на вокальную статистику, которая имела место быть с точки зрения публикации в начале прошлой недели. Потому что статистика очень серьезная. А Китай сейчас благополучно забываем и переключаемся на данные по инфляции. Сначала у нас была возможность проанализировать эту статистику в рамках ведущего автоматического валютного блока Германии. И, судя по тем данным, которые мы наблюдали, это уже не риски и угрозы инфляции. Это фактически реализованная уже негативная действительность, которая указывает на то, что Германия, к сожалению, вынуждена сейчас мириться с самым неприятным, что могло только быть на национальном рынке. Это катастрофическое падение потребительского спроса. Тем более, что это осуществляется на фоне резкого снижения уровня инфляции. Поэтому после того, как мы увидели подобную статистику в рамках Германии, я уже тогда, на прошлой неделе, в начале, в ходе очередных брифингов, стал готовить вас к тому, что и по еврозоне в целом мы с большой долей вероятности должны наблюдать нечто похожее. Но если в рамках Германии, для того, чтобы отчет оказался на отрицательной территории, было нужно немного, то в рамках еврозоны здесь, конечно же, за последнее время индекс чуть-чуть поднялся. Но сейчас мы все равно говорим о том, что статистика уже создает нам, точнее подталкивает нас и всех спекулянтов, которые сейчас ссылаются на показатели по инфляции, к тому, чтобы полномерно ждать каких-то дополнительных действий со стороны Европейского Центрального Банка. Месячный эквивалент по Германии минус 0,1% против прошлого 0,1%. Что касается годового, то 0,3% против прошлого 0,4%. Далее идем. Соответственно, увидев эти данные по еврозоне, мы, наверное, ничуть не удивились. Но я надеюсь, что вы не удивились. По крайней мере, я точно не удивился, когда от роста локального европейского проекта практически ничего не осталось. И вследствие, опять же, вот этой слабой статистики мы увидели в начале прошлой недели, после того, как евро от доллара достигло локального хайпа в районе 1,0950, стремительную разгрузку, вследствие которой евро было вынуждено сбросить множество десятков фунтов и, по сути, бросить к минимуму дня 1,0780. В ауте были другие рисковые инструменты. Фунт конструкторник обновил апрельские минимумы на уровне 1,4637. Хотя, если уже будем говорить в целом про прошлую неделю, можно констатировать не апрельские минимумы прошлого года, а уже минимальные ценовые отметки с 2010 года, и то еще будет. Хотя, если ориентироваться на долгосрок, я не сомневаюсь в том, что мы увидим значение еще ниже. Краткосрочно, среднесрочно, как мы сделали это сегодня в ходе брифинга, будем искать возможности для локальной проторговки и потенциального роста. В частности, сегодня вы получили инвестиционную идею. Те, кто упустил ее, советую пересмотреть брифинг, она там анонсирована. Причины для разгрузки фунта. Здесь стоит, опять же, ориентироваться на национальную статистику. Хотя, если мы с вами проговорили уже индекс производственной активности Германии и еврозоны, то, в целом, проведем такой же параллель с статистикой по производственной активности уже в Англии. Фактическая цифра 51,9 против прошлого 52,7. То есть, очередное снижение. Когда лично я увидел эту статистику, это было вполне логично наблюдать. Такие цифры ни в коем случае не хорошие, потому что за последние несколько недель, когда мы анализировали другие макроэкономические данные, они сигнализировали о том, что нас ожидают слабое состояние ключевых секторов и такое же слабое состояние всей экономики в целом. В частности, завтра у нас, точнее, на этой неделе ожидают данные, ну, наверное, уже буквально завтра, могу, правда, ошибаться, но вроде бы завтра, да, данные по промышленному производству и по темпам экономического расширения. Но, забегая вперед, опять же, если вам интересно локально, советую также обратить внимание на то, что значится в экономических календарях, и вы поймете то, что эта слабость, она сохраняется. Даже аналитики в рамках своего консенсуса прогноза не верит в то, что английская экономика сможет отличиться и похвастаться хорошими цифрами в рамках предстоящих макроэкономических релизов. Говоря про другой новостной фон, на прошлой неделе вышли данные еще по заимствованию потребителей в государственном секторе, в частности, здесь стоит сделать на рост ипотечного кредитования. Заимствования выросли 5,4 миллиарда фунтов в ноябре. И, может быть, кто-то проигдарировал этот отчет, я советовал этого не делать, потому что после того, как мы сместили, опять же, фокус нашего внимания с рискового характера для торгового баланса, стали понемногу негативить по статистике в целом британского региона, осылаясь на отсутствие оснований для повышения процентной ставки и достижения целевого показателя по инфляции, нужно было, опять же, следить за тем, что сейчас наблюдается в частном секторе. А в частном секторе мы видим рост закредитованности, опять же, потребителей. И нетрудно, скажем, догадаться, каким последствиям, в принципе, может привести вот этот долговой характер, заимственный для потребителей. В случае ухудшения экономической конъюнтуры рисков, я еще раз отмечаю, впереди очень много. Подобный уровень задолженности, вы только вдумайтесь в эту цифру, за месяц прирост более чем на 5,3 миллиарда фунтов. Поэтому максимальный уровень прироста с 2008 года. Я считаю то, что этот отчет, эта статистика станет еще одним фактором, а точнее даже тормозом принятия решения по повышению процентной ставки. Потому что, зная объемы долгового рынка, зная цифры закредитованности, зная и понимая нагрузку, которая ложится сейчас на потребительский сектор, повышать ставки, ну, мне кажется, это абсолютно глупо. И, наверное, от этого решения, точнее, это решение мы не увидим даже, может быть, и в первом полугодии 2017 года. То есть, я еще в конце 2014 года говорил о том, что не стоит надеяться на повышение процентной ставки в 2015 году, потому что условий и оснований для этого нет. В 2015 году мы, будучи, опять же, фанатами британца, получили свидетельство с рынка о том, что действительно Банк Англии откладывает решения по ужеточению монетарной политики. Сейчас на рынке опять появляются ожидания того, что ставка будет повышена в конце, может быть, этого года, в начале, ну, уж точно в начале 2017 года. Я бы сейчас не был столь быстрым в плане подобных ожиданий, потому что мы видим, что происходит с нефтью, и, напоминаю, снижение цен на энергоносители создает реально серьезнейший риск для того, чтобы индекс потребительских цен дальше терял, стремился к нулевым отметкам. В принципе, меньше нуля характерно для Англии уже очень давно. Это тоже реализованная дефекционная угроза, и эти риски по-прежнему сохраняются. Одну секундочку, терминал. Значит, по британцу мы будем искать возможности для дополнительной разгрузки краткосрочной. Правда, будем делать ставку на усиление и возможный отскок. И сегодня, в частности, если вы следили за британцем, на фоне, опять же, улучшения настроений, мы видим, точнее, уже наблюдаем сейчас полученный интерес британцу против доллара. Продлиться ли это до конца недели, это большой вопрос, но учитывая то, что у нас есть возможность с вами вообще детально анализировать фон в рамках практически каждой торговой сессии, да не практически, а каждой торговой сессии. Значит, каждый брифинг снова будем возвращаться к британцу, следить за всем, что же интересного произошло за последние торговые сутки, ну и дальше принимать решение, как действовать с точки зрения трейдинга по паре пункта доллара. Снижались помимо британца в начале прошлой недели и австралийцы, и новозеландцы, хотя даже не в начале прошлой недели, а в рамках всех торговых пяти дней. Канадская валюта также не отставала, и здесь против канадца выступили еще данные по индексу цен производителей в Канаде, которые просели на минус 0,2%. Стоит отметить, что к среде пары USDCAD уже улетела в прямом смысле в космос. Мы целились на уровень сопротивления 1,40, очень быстро этот уровень был преодолен. Локальный хай среды составил 1,4012, это хай с 2003 года. Ну а потом, вы сами прекрасно видели, то, что стали забираться все выше и выше, и сейчас, по сути, находимся уже за уровнем 1,41. Если, опять же, замахнуться на совсем долгосрок, уже на рынке присутствуют идеи, даже со стороны, вот сегодня смотрел прогнозы от сети, биньки Бариба, они метят уже на уровне 1,45. И я с ними согласен, действительно, сейчас, что бы ни случилось, пусть даже восстанавливаться начнет нефть. Но после того, как ситуация стабилизируется на рынке энергоисусов, если это произойдет, хотя маловероятно, мы сможем переключиться на конкурента Канады от доллара. И в случае восстановления цены на энергоносители, уж точно будем уверены в том, что инфляция будет расти. И в случае роста инфляции ФРС, разумеется, продолжит свой цикл повышения процентных ставок, которые предполагают возможности, напоминаю, четырехкратного ужесточения монетарной политики в рамках 2016 года. Поэтому мы вместе с ФРС вступили на эту тропу потенциально повышенного интереса к доллару и ни в коем случае не сворачиваем с этого пути. Потому что если вы сейчас сделаете ставку на ослабление доллара, поверьте, пройдет месяц, два, и оказавшись в отрицательной сделке, вы будете винить сами себя. Потому что знали, что доллар будет расти, но почему-то позволили рынку так вот повлиять на себя и, скажем, изменить ваше правильное фундаментальное оппозиционирование. Что касается факторов разгрузки канадца, здесь обязательно стоит отметить еще и ослабление нефти. Нефть вообще в рамках прошлой недели была одним из наиболее интересных активов, потому что мы следили за продолжающимся противостоянием в рамках ближневосточного картеля между Саудовской Аравией и Ираном. Оно продолжается и сейчас. Поэтому если уж совсем, скажем, завязаться на тех мерах, тех шагах и, скажем, том, что сейчас используется Саудовской Аравией и Ираном для вот этой ценовой войны друг с другом, то здесь, конечно же, первое место отводится Саудовской Аравией. Потому что, еще раз напоминаю, именно этот регион стал повышать скидку для своих основных партнеров, в частности для Северо-Западной Европы, скидка составила уже около 60 центов. Для чего это делается? Да для того, чтобы партнеры, получая и без того мизерную цену за энергоресурсы, даже и не подумывали, чтобы покупать нефть у кого-то еще. Я думаю, что Иран позволит себе таких дисконты точно не может. Поэтому Саудовская Аравия, как сохраняла лидерство с точки зрения объема производства, так и будет удерживать эту цифру. И уж тем более, пока, может быть, не создаст какую-то дополнительную угрозу экономического характера для Ирана, это политические вопросы, между прочим, не будет отказываться от, опять же, решения не поддерживать идею, связанную с снижением квоты производства. На прошлой неделе также вышли данные по запасам нефти в США. Сначала мы традиционно анализировали частную оценку, АПИ, а потом у нас были уже и данные от Миниэнергии в США. В целом, отчеты практически полностью совпали, да и полностью совпали. Снизились запасы, минус 5,6 миллиона баррелей за неделю. И на фоне, скажем, при прочих ранных условиях, раньше мы бы использовали этот фундамент и эти цифры как возможность для роста нефти. Но сейчас вы прекрасно видите то, что рынок игнорирует локальные цифры и все-таки смотрит, больше ориентируется на то противостояние, которое сейчас идет со стороны Ближнего Востока. Поэтому Brent тут же стал терять, да и терял практически всю прошлую неделю. Сначала мы увидели уровень 35,80, потом 35,70, за которым практически сразу последовал минимальный уровень. В прошлой неделе это 32,60. И на самом деле то ли еще будет, потому что в целом картина не меняется. И вот как раз говорил я вам о том, что в ближайшее время подготовлю такой интерактивный долгосрочный прогноз. Там мы поставим цель ниже 30 долларов за баррель. И может быть даже будем склоняться в пользу того, что Brent сможет просесть до уровня 25 долларов за баррель. Давление на рисковые активы в середине недели только усилилось. И с чем это было связано? Ну это было связано прежде всего еще и с той статистикой, которую мы наблюдали по еврозоне. Далее следом за инфляцией в Германию вышел отчет по инвесу потребительских цен на еврозоне. Здесь серьезный пинок евро, простите за выражение, реально получил, потому что еврозона с точки зрения этого отчета отличилась очередной просадкой на 0,2% в годовом эквиваленте. Ну и в целом это указывает на то, что и здесь также уже угроза дефляции недалеко. Мы на фоне снижения цен на энергоресурсы понимаем то, что, наверное, отрицательное значение избежать не удастся. Но можно избежать, хотя, что я говорю такое, конечно же, их можно избежать. Как? Если ЦФБ задействует программу количественного смягчения более елкими объемами. То есть более агрессивный выкуп облигаций, который должен превзойти текущий программ, ну хотя бы миллиардов на 15, на 20. Но пока этого не происходит. В среду, достигнув локального дна, европейская валюта снова взяла, скажем так, вектор на юг. И действительно стала восстанавливаться, потому что очередной катаклизм с точки зрения негативных трендов пришел со стороны Китая. Это уже в четверг, когда второй раз за неделю торги были приостановлены, потому что китайский фондовый рынок потерял больше 7%. Это спровоцировало панику и повысило, опять же, необходимости такого подхода к торговле, как уход в защитные инструменты, валюты, убежища и те активы, которые позволяют пересиживать неблагоприятные времена. Ну и драгметаллы здесь особый статус, потому что золото вовсе смогло оказаться на многонедельном. Сейчас максимуме выше 1100 долларов за Труйскую унцию. Девальвация юаня заставила паниковать каждого участника финансовых рынков. При этом также параллельно падал и доллар, реагируя на силу японской валюты. Хотя, наверное, здесь не стоит циклиться, опять же, определять динамику американцев, только укрепление позиции японской валюты. Нет, наверное, все-таки доллар больше реагировал на доходность американских бумаг, потому что десятилетки просили до двухнедельного минимума 2,17%. И если сегодня, прямо сейчас, если есть возможность переключиться на пару USD, вы сможете увидеть рост. С чем это связано? С тем, что доходности понемногу возвращаются к прежним уровням. Доходность растет и снова растет контраст и спред между, опять же, американскими бумагами и немецкими облигациями. Поэтому и европейская валюта сейчас вынужденно приседает. Доллар также использует рост доходности в качестве фактора поддержки. Но будем надеяться, что доллар переключится еще, а точнее отыграет те факторы и возможности, которые мы получили на прошлой неделе с точки зрения статистики. И эти возможности очень сильные данные по американскому рынку труда. На протяжении всего года рынок ориентировался на эту статистику. Сейчас мы получили такую серию классных отчетов, которую нельзя не отыграть. Это ADP, заявки на пособие по безработице сразу, ну и Non-Farm Apparel. Поэтому прямо сейчас предлагаю взглянуть на через фактические слайды. ADP, число новых рабочих мест, сначала было с 257. Прогноз, посмотрите, какой контраст. Давненько я не припомнил такого расхождения. 10-20 тысяч были отличие. Но сейчас прогноз 192 тысячи. Фактическая цифра 257 тысячи. То есть, если перевести в процентный эквивалент, получается больше, чем на 30% прирост. Заявки на пособие по безработице. Прошлые 287 тысяч, фактически 277 тысяч. И так, через такие объективно сильные данные мы полномерно подошли к Non-Farm Apparel с хорошим отчетом. Да и не просто хорошим отчетом. Чудок не натянул до уровня 300 тысяч новых рабочих мест. Если бы эти данные мы наблюдали бы, то уже ровно через месяц начали бы полномерно сползать с показателями по безработице в 5%, даже в район 4 и 8. Потому что такая динамика в приросте создала бы условия для столь серьезного улучшения на американском рынке труда. Еще больший позитив я увидел в статистике по росту заработных плат. Потому что зарплаты, еще раз напоминаю, это как раз то, что создает условия для роста индекса потребительских цен и инфляции. Зарплаты выросли. 2,5% в годовом эквиваленте против прошлого 2,3%. Хороший тренд. Будем надеяться, что он сохранится и в рамках следующего месяца. И если это будет так, значит ФРС не отвертится. От цикла, опять же, шагов и действий, которые будут направлены на постепенный разгон процентных ставок. Поэтому ждем роста американца и фундаментально он будет полностью оправдан и обоснован. Еще пару слов хотел сказать про британскую валюту. Потому что если до, скажем, торговой сессии среды и четверга мы видели, как фунт доллар стал проседать ниже уровня 46, то, в принципе, к концу прошлой недели он закрыл пятидневку, в целом, да, весь торговый интервал 5 полноценных сессий на минимуме с 2010 года. 1,4550. И полагаю, что немалую важную роль в этом сыграла очень слабая статистика по индексу активности в сфере услуг. Потому что мы наблюдали снижение показателей с 55,9 до 55,5. Сфера услуг, напоминаю, повторяю, чтобы вы ознакомили раз и навсегда, для Британии является ключевым сектором, который создает условия для экономического расширения. Если мы здесь видим снижение, значит, готовимся к очень слабой статистике по, соответственно, показателю ВВП. Защитные инструменты, напротив, из-за того, что происходило в Китае, чувствуют себя очень неплохо. Пара USD с ВИСи из-за укрепления франка снова закрепилась ниже паритета. Минимальный уровень, по сути, даже минимум двух недель 0,9878. Ну и, как я уже отмечал, очень неплохо росли и драгоценные металлы, прежде всего золото. Но обольщаться особо не стоит, потому что топлива для сохранения подобного вектора практически на рынке уже и не осталось. Теперь плавно предлагаю переходить к этой неделе. Но если вы уже, скажем, инициативно смотрели за теми отчетами, которые нас ожидают на этой неделе, вы смогли убедиться в том, что неделька очень скупая на релизы. Поэтому будем кататься на, опять же, о том, что нас поджидает со стороны Китая. Ну и на прежних релизах, прежних отчетах и прежних трендах. Обычно мы начинаем со вторника, но в этот раз, несмотря на все мои активные поиски, я не смог найти хороших и важных отчетов в рамках торговой сессии вторника. Поэтому сразу предлагаю переключиться на среду. В среду это данные по экспорту и импорту. Торговый баланс Китая. Пожалуй, если Китай хочет еще подложить дополнительную мину на финансовые рынки среда, она может создать для этого возможности. Потому что в случае очередной просадки экспорта, нам не избежать повторения того, что мы наблюдали на прошлой неделе. И если мы увидим реально серьезное снижение показателя экспорта, значит европейская валюта сможет уйти выше уровня 1.10. Вы должны быть к этому готовы, потому что форс-мажорный риск может реализоваться. Также в среду промышленное производство еврозоны, но хотя, думаю, после Китая этот отчет будет преимущественно проигнорирован. В четверг данные по рынку труда Австралии и целый блок статистики по Англии. Это голосование членов комитета по денежно-кредитной политике в 12.30 по московскому времени, потом решение по ставке, планируемый объем покупок в 15.00 по московскому времени и комментарии Банка Англии по кредитной политике. Самый важный отчет, последний как раз, который указан на слайде, потому что касательно прошлых изменений никаких не будет. А вот касательно комментариев со стороны Кинга, здесь нам придется, наверное, еще раз послушать сказки по поводу готовности британского мегарегулятора к повышению процентной ставки. Если такие оптимистичные заявления снова будут обозначены, хорошо, локально в них поверим, потому что локально мы будем стараться использовать возможности для роста канадцев. Но поскольку у нас уровень 1.45, по сути, сейчас, одну секундочку, минимальный уровень сегодняшнего дня, low, в частности 1.44.92, я предлагал, в принципе, сегодня в ходе брифинга поднимать британца, опять же, с уровня 1.45. Надеюсь, вы воспользовались этой идеей, потому что после этого и пошло восходящее ралли. Пока посидим в этом активе с точки зрения роста, но это только предкосочный тренд, потому что как только на рынке появится дополнительный негатив, и в случае серьезного роста американца мы снова вернемся к разгрузке канадца, прочих рисковых инструментов, прежде всего к росту доллара. Ну и в пятницу розничные продажи в США и промышленное производство в США. Это, пожалуй, два ключевых отчета, которые нас ожидают, опять же, в качестве десерта в конце этой недели. Рожничные продажи будем интерпретировать с точки зрения потребительской активности. В случае роста потребительской активности будем надеяться, что этому поспособствует рост заработных плат. А рост заработных плат, как я уже отмечал, это один из катализаторов для индекса потребительских цен и еще большего крепчающего эффекта по убедительности для ФРС по продолжению вектора, сохранению вектора дальнейшего повышения процентных ставок. В общем, жду я, что доллар реабилитируется. Надеюсь, что вы тоже. У нас USD-йена должна быть в качестве сделки на изготове уже покупки с уровня 120. Я снова ворвемся в трейдинг по этому дату валютных активов. И, наверное, не буду, конечно же, каркать, но, может быть, в этот раз точно сможем наскоком добраться и до уровня 125. Ну и что касается ключевых ориентиров по основным наиболее ликвидным валютным парам. Как и обещал, евро-доллар, а вот USD-йена и фунт-доллар. Сейчас вы их видите на своих экранах. На этом все. Если есть вопросы, конечно же, задавайте. С радостью на них отвечу. Вопросы. Можно в рубрику «Вопросы» либо в общий чат. На самом деле, если вы зайдете, опять же, на сайт нашей компании, в раздел «Аналитики», увидите всю ленту. И в самом верху этой ленты будет мой брифинг. Либо можете сразу перейти на наш официальный канал на YouTube. И в соответствующем разделе «Брифинги утренние» первый самый будет сегодняшний. Но поскольку вопросов больше нет, огромное вам спасибо за внимание. Что касается евро-доллара, есть риски того, что сможем улететь выше одного и одного. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы в середине этой недели Китай снова разочаровал участников рынка очень слабой статистикой. Потому что нас ожидают данные по торговому балансу. Проседает экспорт, значит тут снова. Евро-идея как валюта финансирования, фондирования. И евро будет выступать одним, скажем, из самых динамично растущих инструментов. Ну, абсолютно та же самая логика идея, которая наблюдалась в рамках прошлой недели. И в августе, если вы помните. Поэтому сейчас ни в коем случае на фоне того, что мы ждем в серьезной статистике по Китаю, не игнорируйте этот фон. Потому что рынок уже неоднократно нам показал, что форс-мажора не присутствует. Сильно ли просядет? Долгосрочно, думаю, что сильно. Но каждый день в ходе утренних брифингов мы оптализируем цены. И еще раз отмечаю, у нас будет в ближайшее время долгосрочный прогноз. Где? Ну, ладно. Уж раз уж начал анонсировать, скажу то, что я серьезно оцеливаюсь даже на значение 25 долларов за баррель. Большое вам спасибо всем за внимание. Соответственно, увидимся мы уже в ходе завтрашнего брифинга. Очень надеюсь, что этот материал был вам полезен. Потому что все вы уже прекрасно убедились в том, что фундамент имеет очень важное значение. Ну, а мы, по крайней мере, стараемся не упускать ничего из важных отчетов. Потому что используем каждый релиз. Смотрим затем, как он отрабатывает себя. Ну, и, соответственно, соотносим эти отчеты с реальным вектором и курсом регуляторов, которые стоят за соответствующими валютами. В перспективе месяца, ну, все будет зависеть, опять же, от локальной статистики. Следите за брифингами, потому что в рамках месяца у нас есть возможность 20 раз пересмотреть прогнозы. То есть, это самая актуальная статистика. Тогда еще раз поздравляю вас всех с прошедшими праздниками. Всего вам доброго, прекрасных и прибыльных сделок. И увидимся, соответственно, уже завтра. Всего доброго. До свидания. Не забывайте про Перископ. Прямой эфир каждый день в 9.00 по московскому времени. Прямой эфир.